Привет, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Вольга Дуброва. Мой рассказ сегодня про то, как улучшить свою жизнь аллергикам, какие растения посадить. Не секрет, что аллергию вызывает пыльца растений, но слава богу, пыльца пыльце рознь. Механизмы, правда, конечно же, до сих пор не изучены, как это все происходит, но некоторые растения размножаются и переопыляются с помощью ветра. Другие растения требуют того, чтобы к ним прилетел какой-то посредник в виде насекомого. Поэтому особую опасность представляют те, которые опыляются ветром, и ветер разносит пыльцу на большие расстояния. Белок, который входит в состав пыльцы, воспринимается отдельными организмами, как что-то чужеродное, и поэтому все это возникает. Вот я попробую вам такой обзор сделать самых распространенных и доступных растений, с помощью которых вы сможете совместить свои проблемы с красотой, наслаждаться красотой круглый год. В доме, конечно, и вы видите, я уже заготовила растения. Это растение номер один не только для аллергиков, но и вообще для всего населения. Это хлорофитум. У меня хлорофитум кучерявый. Видите, какие у него закрученные листики. На солнце он будет, на солнечной стороне, он будет очень компактный, кучерявый, будет обнимать горшочек. Ну, а в теневом месте он будет более распрямленные листочки иметь. Хлорофитум тоже большое множество видов. Есть просто хлорофитум с зеленой листвой, без полосочки. Хлорофитум пестрый имеет такую полосу и различные интенсивности. И снова же, в зависимости от сорта и в зависимости от условий выращивания, полоса будет либо широкая, либо узкая, либо сильно пестрая. Но это уже вариации, которые особо не влияют на его полезные свойства. Биоэнергетики говорят, что он даже улучшает энергию в доме. И поглощает плохую энергию, и распространяет гармонию вокруг себя. Японцы очень любят это растение. И у каждого японца всенепременно, особенно на кухне, растет хлорофитум. Кроме того, что он не пожирает в течение ночи кислород, он еще поглощает все вредные вещества, которые используют для своей физиологии. Поэтому, обратите внимание, если у кого-то еще нет, растение очень простое в размножении. Со временем, когда кустик разрастается, у кого-то можно одолжить такие деточки, которые уже с воздушными корешками, и очень быстро происходит процесс укоренения. Это тоже была веточка, у которой, посмотрите, такие уже корешки, готовые к тому, чтобы она так и просится, посади меня в горшок. В домашних условиях на помощь придут еще те растения, которые просто считаются декоративно-лиственные. Вот, например, сансевьерия стоит рядом со мной. Либо все суккуленты, потому что они доцветают редко, им надо особые условия. Недаром говорят еще столетник, вы не дождетесь его цветения в домашних условиях. Конечно, кактусы. Суккуленты, обратите внимание на то, что некоторые при надломе листика, либо стебля, выделяют млечный сок, который может вызывать дерматит. Тут уже и не надо быть аллергиком, просто вот такое свойство некоторых суккулентных растений. Бегонии, несмотря на то, что они цветут, но пыльца их, как правило, не аллергична. Ну и комнатные розы, как ни странно, они тоже, несмотря на то, что имеют аромат, они не вызывают аллергии у нормального аллергика. Это то, что касается домашних растений, те, которые мы выращиваем в помещении. Теперь переходим на улицу. Выходим на улицу. Уличное растение. Если мы хотим сажать какие-то деревья на своем участке, то обращайте внимание на то, чтобы это была все-таки женская особь, потому что она только принимает пыльцу, она ее не продуцирует и не распространяет в воздухе. Что прилетело к ней, то прилетело или принесли насекомое на своих лапках. Магнолий, камелий, некоторые хвойные породы не являются аллергичными и даже используются при лечении аллергии, как ни странно. Затем мы переходим уже к многолетним растениям. Это пионы, особенно японские сорта, особенно густомахровые, когда пыльце нет возможности разнестись ветром, и даже смело можете вдыхать аромат пионов, потому что строение пыльцы таково, что она тяжелая, и она далеко за пределы своего пышного соцветия не улетает. Розы, как я уже говорила про комнатные, уличные розы тоже, как правило, не аллергенные. Тюльпаны, нарциссы, да, они продуцируют пыльцу, но пыльца тяжелая, и она находится внутри цветка. Насекомому надо еще постараться, чтобы до нее добраться в самом соцветии. Барвинки различных видов, это барвинок и большой, барвинок малый, виолы, анютины глазки те же. Сюда мы отнесем и гортензии, потому что у соцветия гортензии много цветков стерильных, они не продуцируют ни пыльцы, ничего, и только просто создают красоту, они не раскрываются в процессе своего роста. Также гладиолусы можно смело сажать в своем огороде. И из однолетних растений львиный зев, благо, что его окрасок и разновидностей различных по высоте очень большое множество. Пыльца находится глубоко в цветочке, и насекомые туда заползают, так вот опыляет это растение. Те же бегонии, которые высаживаются на улице, ампельные, семперфлоренс вечно светущие. Ну, мне кажется, получается такой достаточно внушительный список, из которого можно что-то выбрать. Здесь у меня еще заготовка такая, что чего остерегаться в процессе своей жизни, потому что кажется, что на улице еще ничего не тронулось в рост, еще только начало весны, но на самом деле даже листья не распустились, и многие деревья уже начинают пылить. Помните об этом, когда вы езжаете на природу. У меня здесь по случайности я занималась выгонкой лещины тут в своих интересах. Это вот орешник или лещина. Она раскрывается до распускания листьев. Это может быть конец марта, апрель месяц. И вот, конечно, она уже осыпалась, но видите, что происходит. И разносится на километры. Вот у меня она в пакете насыпалась, пока я ее транспортировала. Сюда же мы отнесем ольху, которая приурочена к определенным местам произрастания. Потом береза вступает в эту роль. Потом клены, вязы и другие растения. Ну и хвойные. Если у кого-то была замечена аллергия, то помните о том, что эти растения древесные цветут рано и весной. Еще остерегайтесь. В южных регионах лютует такое растение, как амброзия. И семейство полынных. Но в средних и северных широтах ее не произрастает. И, как ни странно, амарант, хотя семена его крайне полезны, является аллергеном. Видимо, снова из-за высокого содержания белка, особенного какого-то в своей пыльце. Ну и все астровые растения также являются аллергенами. Почему? Потому что у них такое строение цветка. Я тут заготовила, просто чтобы вы понимали, что когда семейство астровые или еще называют сложноцветные, у него характерное строение цветка. Это у меня гелихризм тоже к этому семейству относится. Называется это корзинка. Это вот уже просто цветоложи астры китайской. Оно без семян, высохшее. Вот здесь вот прикреплялись трубчатые цветочки, здесь язычковые. То есть все равно оно выглядит как ромашка. Какое бы растение, это акроклиниум, что бы мы ни взяли, все равно похоже на ромашку. Поэтому, если у вас аллергия на ромашку, то будьте готовы к тому, что у вас будет аллергия на все сложноцветные. Это и маргаритки, и хризантемы, и даже календулы. Потому что все здесь доступно у этого цветка в процессе, когда начинается цветение, и затем, когда уже полное раскрытие пыльников. Все тут готово для насекомого, для ветра. Они все сюда приземляются, и все это с успехом разносится по ветру. Ну, вооружен, значит, слегка обезопасен от каких-то таких вот неприятностей. Воспользуйтесь моими советами, наслаждайтесь красотой. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова